Ребята, всем привет! Сегодня я наконец-таки снимаю видео долгожданное, которое я давно вам обещала снять, про мои сны. Наверное, вам покажется эта тема неинтересной, потому что я вообще всегда боюсь, знаете, снимать вот такие видео тематические, потому что я переживаю, что большинству людей это абсолютно не нужно, неинтересно, но все-таки это есть в нашей жизни, нам всем снятся сны. И я сейчас вам буду все это рассказывать, расскажу про свой самый страшный сон, который один раз в жизни приснился мне, я его запомнила навсегда. Это было очень давно, но я его помню вот сейчас, как будто бы он мне приснился только что. Также я расскажу вам про сон, который снился мне раз шесть, наверное, один и тот же сон, расскажу вам, почему, как оказалось, нам снится один и тот же сон, с чем это связано, и также расскажу вам просто про те сны, которые мне снились, которые потом либо сбывались, либо были предвестниками чего-либо. И мы как раз с вами узнаем немножко про мои сны, про мою супер личную жизнь, что же снится Юли Пушман. Я очень переживала снимать такое видео, оно пришло ко мне в голову случайно, спонтанно, я просто подумала, блин, у меня есть столько снов, иногда мне что-то снится, я понимаю, к чему это, с чем это связано. У вас бывало такое, что вам снится сон, и вы думаете, такой странный сон, но вот прям чувствуете, что это не просто сон, а как будто бы он вам о чем-то говорит. Некоторую информацию, конечно же, я узнала в интернете, сама об этом не знала, поэтому что-то я вам зачитаю из интернета, не буду вот это выдумывать, перефразировать своими словами, чтобы никто не путался, просто прочитаю из интернета, но к этому мы еще вернемся. Начну я с того, что мне очень часто снятся сны, а точнее, я их запоминаю почти всегда, то есть на неделе раза два-три может быть такое, что я не запомнила сон, это бывает крайне редко на самом деле, я всегда просыпаюсь, и я помню, что мне снилось. Раньше я почему-то думала, что есть люди, которым сны снятся, есть люди, которым сны не снятся, но как оказалось, вы представляете, возможно, я, ну, реально какая-то цютю, но я об этом узнала совсем недавно, что... Оказывается, они снятся всем просто, не все их запоминают, и оказывается, в вас это вообще... Можно даже изучить вот эту науку, или я даже не знаю, правда, как это правильно назвать, но можно научиться запоминать сны. Кто-то мне рассказывал недавно, честно не вспомню, что есть знакомый у того, кто мне рассказывал, который научился гулять аж по этим снам, то есть он засыпает, что-то там намудрил, знаете, как в Симсе. Я раньше, когда была маленькая, я всегда перед сном придумывала, что я как будто бы в игре Симс, я могу построить что угодно, сделать что угодно, и вот так вот будет все красиво и классно так, как я захочу. И вот, оказывается, в реальности так можно делать, но я, конечно, такое не практикую, но если кто-то вдруг такое умеет делать, знает, как это делать, обязательно напишите об этом в комментариях, потому что я бы не прочь погулять по своим снам, иногда там такое бывает. Хочу сказать, что, вот, например, Славе, моему молодому человеку, сны снятся, да? Всегда хочется сказать, что не снятся, но он их просто не запоминает, очень редко он их запоминает. Есть причины, по которым некоторые люди не запоминают сны, то есть у кого-то там не так сильно развита слух. Не в том плане, что он плохо слышит, а именно чувствительность. Я прочитала, что люди, которые запоминают сны, у них больше развита какая-то эмоциональность, то есть они больше эмоциями чувствуют жизнь, ну, такие, знаете, вот я, например, очень эмоциональная, у меня все через эмоции проходит, наверное, поэтому я запоминаю каждый свой сон. Может быть, это недостоверная, неточная информация, но я просто буду с вами делиться, а вы уже в комментариях, если что, поправьте меня, напишите, как на самом деле, мне будет интересно почитать, кто это лучше там знает, изучает, читал, потому что я открыта к новым знаниям, мне самой интересна эта тема, потому что никогда об этом не задумывалась. Например, если сравнить меня и моего парня, он не такой эмоциональный, как я, может быть, это никак и не связано, но почему-то я запоминаю свои сны, а он свои плохо запоминает, и не всегда. Поэтому много разных таких моментов, я читала о том, что ученые проводили эксперименты, несколько людей закрывали там в какой-то комнате, они засыпали, им включали какую-то музыку, и они проверяли, кто там что лучше запоминает, кому снятся сны, и вот якобы, еще я там прочитала такое, может быть, я вырву из контекста, но люди, которые запоминают сны, если они просыпаются среди ночи, их разбудить, они якобы дольше не уснут, то есть, типа, вот такие люди полчаса будут там засыпать, а люди, которые не запоминают сны, они за 15 минут уснут. То есть много разных таких моментов, и вот это на самом деле тоже интересно, потому что я заметила, что между мной и моим парнем такая разница есть, я очень долго обычно засыпаю, даже дело не в том, что там кто-то сильно из нас устает, а кто-то нет, но он может вырубиться за пару минут, то есть у меня такого никогда нет, мне нужна специальная подготовка к сну, мне надо подумать о чем-то там вспомнить, у меня же язык заплетается, потому что мне реально, ну, не всегда удается легко за секунду уснуть, и, наверное, потому что я как раз-таки эмоционально проживаю заново свой день, что было, вспоминаю, и я думаю, что сны — это очень интересная наука, кто знает, но пищите, кто ее изучал. Вообще, как бы странно это не звучало, хотя что странного, я люблю вот такие науки, мне интересно, особенно то, что связано с астрологией, все такое, как раз свое видео, я хотела начать вообще по-другому. Хотела начать с того вообще, что я верю в сны, я верю в сонники, пусть даже, знаете, не то, что верю, ой-ой, все будет так, как в соннике написано, конечно, есть разные сонники с разными трактовками, один сонник говорит мне, что у меня все будет круто, другой говорит, что у меня все будет плохо, поэтому тоже я как бы не так вот все, ой-ой-ой, тут пишут хорошо, тут плохо, что делать, не знаю. Такого, конечно, нет, я не совсем помешанная, но есть моменты, которые я не могу отрицать, которые я верю, потому что у меня в жизни много разного случалось, и я могу вам даже сказать открыто. Я из тех людей, которые верят в сонники, в гадалок, в звезды, в астрологию, в разные науки вот такие, знаете, там, нумерология, физиогномика, я в это верю. И я даже верю в пришельцев, иноприщаленцев, как мне нравится их называть, я в них верю. И да, на этом моменте, возможно, вы уже решили, что я чокнутая. Также я верю в призраков, и об этом тоже у меня будет видео про призраков, потому что я с ними встречалась, сидели тут недавно в кафе, пили чай. Как бы, да, мне не нравится вот это рассказывать. Ой, я видела пришельца, не видела. Правда, не видела пришельца. Из всего, что я вам сейчас перечислила, разные науки, там, каких-то пришельцев, призраков, сонники, все такое, в это во все я максимально верю, потому что с многим из того, что я перечислила, я встречалась в реальной жизни и проходила на своем опыте. Единственное, что я не видела пришельцев вживую, но я почему-то уверена, что мы не одни, да, вот во вселенной, на планете нашей, мне почему-то даже иногда кажется, что некоторые пришельцы среди нас. Сейчас просто половина людей сидит и говорит, господи, Вася, ты что несешь? Да правда, почему мы такие ограниченные и думаем, что мы одни? Да не одни, конечно, Вася. Как такое может быть? Меня, кстати, вся эта тема безумно пугает. Знаете, есть же фильмы про пришельцев, которые раньше, там, сейчас, возможно, даже крадут людей, что-то с ними делают и все такое. Я в это верю. И мне раньше даже было страшно, что вдруг пришелец придет, а вот эти все и ныло, а вот это вот все, я во все в это верю. По поводу моих снов, иногда мне смешно подшутить над собой, что я какая-то там, не то чтобы ванга, гадалка, что-то там вижу, но я часто почему-то думаю, что я вижу знаки в том, в чем многие люди не видят никаких знаков. То есть у меня среди знакомых есть такие люди, которые мне год назад могли сказать какую-то вещь, что через год у тебя будет вот это, и вот будешь себя ты чувствовать вот так. Я такая, ха, хорош, загонять. А через год это происходит. Вот то, о чем мне говорил человек давно. И не то чтобы это, типа, о, пальцем ткнул в небо, да нет, я просто понимаю, что есть люди, которые могут чувствовать что-то, какую-то другую энергию. И, конечно, это видео у нас про сны, но мы немножко так отступились. Я просто к тому, что я во все это верю. И в сны я тоже верю. Не нужно строить из себя какого-то слепого идиота, чтобы не увидеть какие-то такие знаки. Потому что есть люди, которые стараются, хотят и видят знаки, которые каким-то образом, может быть, преодолевают трудности благодаря тому, что они увидели какой-то знак. Либо они просто понимают, что вот им надо сейчас морально подготовиться, будет сложно. Я стараюсь искать знаки во всем. Как бы странно это ни звучало. Люди, которые напрочь отказываются верить в такие вещи, я их не виню. И я понимаю, что такие люди есть, это абсолютно нормально. Никто там не обязан во что-то верить, либо во что-то не верить. У каждого своя точка зрения, мнение, как должно быть, как нужно. И кто во что хочет, в то пусть и верит. Но мне нравится. Мне нравится думать, что я могу изменить свою судьбу, возможно, предостеречь себя от каких-то будущих нападок, не знаю, неприятностей, либо, наоборот, подготовиться к чему-то хорошему. Поэтому погнали! Я очень много снов видела за свою жизнь. Страшных, ужасных снов. И хороших тоже снов, классных. И могу сказать, что, наверное, может быть и нет. Ужасных, страшных снов было как будто бы больше. Так грустно стало масса. Мне почему-то всегда хотелось, даже не то, чтобы всегда хотелось с вами поделиться этим сном и рассказать, просто я не знаю, ну куда, что мне о нем рассказывать, нет никакой тематики, нет специального видео для этого. И вот, наверное, поэтому я решила снять такое видео. Пусть оно не наберет миллионы просмотров, плевать, но мне хочется этим поделиться. В 2007 году вместе с моей бабушкой, с моим двоюродным братом мы ехали на поезде в Украину. И 2007 год, это получается 2019 минус 2007, это мне было, ну, 12 лет. Мы ехали в поезде, в общем-то, и что-то, короче, я легла спать, что-то приуныл. Я помню, что мне снится такой сон. Я на даче с моим двоюродным братом Лешей, мы что-то просто бегаем на даче, болтаем, смеемся. Я качаюсь на качелях, которые раньше у нас стояли на даче, и я вижу какую-то тень, которая на меня прям плывет, знаете, тень как будто бы человека. Но этот человек больше там в два раза обычного человека. И эта тень на меня прям плывет. Я пугаюсь, я от нее как будто бы куда-то убежала, то ли в дом, то ли что-то такое. Она вроде как исчезла. И знаете, это все было как будто бы какими-то флэшбэками. Сначала я качаюсь, я вижу вот эту тень, которая на меня плывет. Мне уже страшно. И знаете, такое вот неприятное ощущение прям во сне. Я даже не знаю, что это за чувство было. Но мне было некомфортно спать. То есть я понимала, что это что-то нехорошее. Очень нехорошее. Не просто страшный сон. Потом я захожу в дом, переодеться в купальник, чтобы пойти купаться в бассейне. И когда я выхожу на улицу, я снова вижу эту темную тень, которая на меня просто вот так вот летит. Ну знаете, как какой-то этот дементор, блин, из Гарри Поттера. Я опять, типа, пугаюсь. Я не понимаю, что это за фигня. Но я как-то сильно на это не обращаю внимания. Просто как будто бы, знаете, вот так вот головой сделаю. Типа, фу, какая-то там пыль. Это все галлюцинация. Ничего такого нет. И вроде как эта тень пропадает. Вы, наверное, думаете, что вообще не страшно, но на самом деле те чувства, которые переполняли тогда мой организм, мой мозг, ужасно. И самое страшное было для меня, я не понимала вообще, какого хрена, что за тень, кто это, чаймотменмада. Следующий кадр моего сна. Обожаю. Я стою на лестнице в бассейн, то есть я уже готова спуститься в бассейн, мой брат уже в бассейне купается такой, типа, говорит, ну, Юль, давай, что ты, типа, стоишь, прыгай в воду. Я стою, держусь за лестницу и вижу опять эту тень. Она опять на меня летит, только в этот раз она никуда не исчезает, она просто влетает в меня. Просто я прям понимаю, что она влетает в меня. И я падаю в воду, и у меня просто темно. То есть у меня сон перестал показывать какие-то картинки, у меня просто темнота. И я понимаю, что я как будто бы умерла. Я не знаю, что это было, типа, как будто бы я умерла, либо потеряла сознание. Но суть в том, что я ничего не вижу, у меня темнота, я знаю, что я упала в воду в бассейн, но я слышу. Я слышу то, что происходит в моем сне. И я слышу, как мой брат, начинает, ну, мой двоюродный брат мне такой говорит, типа, Юль, ты чего? Ты чего прикалываешься? Я не знаю, почему, но самая странная фраза, которую он мне тогда сказал, типа, хватит прикалываться, это не смешно. Такой говорит, типа, ха, это что за комедиклаб? И тут весь мой страшный сон превращается просто в какую-то ржаку, потому что какого черта он вообще сказал про комедиклаб? Ну ладно, это в голове там осталось, комедиклаб туда-сюда. Не суть. Суть в том, что когда я упала в воду, и эта тень в меня влетела, я почувствовала, как будто бы, что моя душа, мой дух, я не знаю, как это назвать, вышел из моего тела. В реальности. Не просто во сне, а в реальности. Я почувствовала такое странное состояние, ужасное. И вот тут можно сказать, что как будто бы холод пробежал по всему моему телу, какой-то заряд не энергии, я не знаю, как это назвать, но это было ужасно. Мне снились сны намного страшнее этого. То есть бывало намного хуже. Реально, мне снилась там какая-то смерть близких, для меня это самое страшное. Нет ничего хуже, это самое страшное для меня в этой жизни. Но почему-то этот сон, как будто бы не то, что психологически на меня повлиял, но я его именно прочувствовала очень страшно. Я не знаю, я не знаю, что это значит. Я пыталась найти в интернете, что это такое, когда в тебя влетает какая-то тень. Не знаю, как назвать это чудовище, сущность без лица, но для меня все эти вещи очень пугающие, потому что, потому что, знаете, как будто бы какой-то призрак просто зашел в мой сон и хотел мне что-то сказать. Я хрен его знает, но это было очень страшно. Вы не поверите, но да, для меня это самый страшный сон, который был в моей жизни, потому что, во-первых, он мне приснился, пока мы ехали в поезде, это уже так себе локация. То есть, одно дело, когда ты просыпаешься дома, у себя в кровати, такой, ну, понимаешь, ну, ладно, страшно, ну, ладно. А другое дело, когда ты едешь в поезде, вот это все и такие ужасы, и, блин, какая-то тень в тебя влетает, и я прям, я в шоке. Просто самое страшное было то, что я слышала все, что происходит в моем сне, то есть, мой сон как будто, знаете, он не закончился, но я уже ничего не видела. Брат как будто бы в конце он, типа, понял, что как будто бы я умерла, и он начал кричать, типа, там, дедушку звать, бабушку, ну, в общем, я не знаю, очень неприятно, странный сон. Ребят, напишите обязательно в комментариях, поделитесь самым страшным своим сном, как вы считаете, что, какой страшный сон у вас был. И вот такое у меня было один раз, что я прям почувствовала вот такие ощущения, я не могу их передать. Ну и вот, рассказала. Так что не знаю, что это значит. Конечно, мне дофига раз снилось, как я бегу и не могу убежать, вот это мы все знаем, да? Конечно, мне также снилось, как я куда-то падаю, и такая потом резко, а, кукусики, а что это я никуда не упала? Также хотела с вами поделиться сном, который снился мне раз 6, наверное, или 5, я точно не скажу, но это было в детстве, но не в самом глубоком детстве, наверное, мне тоже было лет, типа, 12, 13, 14, вот в таком возрасте мне снился один и тот же сон. Я тоже не знаю, что он значил, но я понимаю, что то, что нам снится, это как бы наше сознание само что-то воспроизводит, там, наши переживания, наши страхи, наши там какие-то хорошие моменты, все это превращается в одну какую-то картинку, которую мы называем сном, но я это как бы так вижу, и я понимаю, что все самое страшное, что нас пугает в этой жизни, наши переживания, все это переходит вот к нам в голову, в сон, также меня всегда очень сильно пугает и восхищают катастрофы, катастрофы, я не говорю про там самолеты какие-то падают, нет-нет-нет, не про это, не подумайте, не то, что восхищают с хорошей стороны, я говорю про какие-то цунами, землетрясения, конечно, я прекрасно понимаю, что наяву это все ужасно, страшно, и не дай бог никому вот с таким встретиться, я понимаю, что это ужас, действительно, то есть это, как я и сказала, меня очень сильно пугает, для меня это реально очень страшно, но почему меня это восхищает? Наверное, от того, что я в шоке, типа, природа такое делает, и я восхищаюсь не с той стороны, типа, вау, как классно, а с той стороны, что охренеть, то есть я не могу назвать, может, это не восхищение, может, это неправильное слово, но когда я вижу это в фильмах, меня это завораживает до такой степени, что мне и страшно, и я в шоке, и я испытываю очень много эмоций, про вот эти все природные катаклизмы, природные катастрофы, это все очень страшно для меня, и вот мне снился сон, который повторялся, наверное, раз 5-6, где я стою на берегу океана, и я стою там не одна, и держусь за руки с двух сторон, с чужими людьми, я их никогда не видела в лица, их не помню, не скажу вообще, кто это был, было очень много людей, и все люди стояли на берегу и держались за руки, вот такой сон мне снился, раз 5-6, мы все стоим, держимся за руки, и людей я не знаю сколько, но их очень много, и просто типа там на следующем, даже, ну не видно конца этим людям, и мы все стоим на берегу, держимся за руки, и я вижу всегда одну и ту же картину, вот я вот, знаете, вот реально мне так снится, что я стою, смотрю, как много людей, мы все держимся крепко за руки, а на нас просто надвигается цунами, огромное, невероятное цунами, и для меня это всегда так страшно, вот представь, я не знаю, как это описать, но слава богу, знаете, я иногда даже рада, что я живу далеко от там океана, знаете, мне как-то легче становится от того, что я понимаю, что у нас тут, ну землетрясений, как таковых сильных, слава богу, не бывает, цунами тоже как бы до нас так не дойдет, да, мне поэтому как-то, ну, спокойнее от этого становится, но мне всегда это очень страшно, и даже всегда, знаете, когда я приезжаю на море, куда-то еще что-то, это не то, что я переживаю, думаю, ой, блин, наверное, цунами сейчас будет, или землетрясение, нет, но меня это пугает в глубине души, мне это очень страшно, то есть, если говорить о моих каких-то фобиях, но они не так сильно проявляются, как, например, фобия на каких-то пауков, там, тараканов, всякую такую вот, насекомых, которых я не люблю, потому что это я чаще встречаю дома, в Москве, на даче, где угодно, в жизни, каждый день. Этот сон мне снился много раз, в интернете написано, что когда вам снится один и тот же сон, там не было сказано о том, какой именно сон, но хотя об этом тоже затрагивалась тема, что важно еще понимать, какой сон вам снился, но в интернете я нашла такую информацию, что означают одинаковые сны. Иногда в состоянии напряжения или недомогания внутренние органы направляют в кору головного мозга сигнал бедствия, здесь уже точно нет ни мистики, ни нервных переживаний, только банальная физическая боль. Хрен пойми, чё. Ученые так и не выяснили, почему повторяются сны, когда организм заболевает. Истории известны случаи, когда человеку неоднократно снилась заболевшая часть тела или орган. Вот это не связано с моим сном. Насколько я поняла, если коротко говорить, когда вам снится один и тот же сон, там разные бывают причины, но почему-то мне показалось, что психологическая тема, это мое. Болезненное психологическое возбуждение, озабоченность одной проблемой, накручивание вокруг нее отрицательных мыслей провоцируют одинаковые ночные видения. Я точно знаю, что с психикой у меня точно как бы все не на высшем уровне. Ну, как бы это нормально. Ну, начнем с того, что я думаю, самое главное, ключевым таким моментом, может быть, в моих каких-то кошмарах детских было, может быть, развод родителей, хотя мне там было на тот момент 5 лет, и как бы все нормально, типа, мы все счастливы, живы, слава богу, все друг друга любим, но на ребенка же влияют такие вещи. Я думаю, что это был как раз тот момент, и, возможно, я из-за этого переживала как-то в глубине души, то есть, может быть, поэтому мне снился один и тот же сон, хотя мне на тот момент было уже не там 5-6 лет, 13-14, наверное, 12, но вот я почему-то думаю, что это, конечно, связано не просто с тем, что, ой, что-то, блин, один и тот же сон снится скучно. Конечно, я думаю, что все-таки это связано с какими-то психологическими моментами, моментами, поэтому вот так. Также по поводу снов, которые могут нам что-то рассказать. Мне много раз снилось, что я беременна, мне снилось, что я родила ребенка, мне снился ребенок, мальчик, девочка, кто мне только не снился. Но что хочу сказать, насколько я знаю, когда снится мальчик, это к моите. Типа, будешь маяться, вот эти вот все заморочки какие-то туда-сюда. Не могу сказать, что я прям замечала, что у меня такое сбывалось, но, наверное, потому что я постоянно в какой-то маяте, можно так сказать. Поэтому, наверное, я не сильно обращала внимание на такие вещи, но могу сказать одно. Не так часто снятся животные, особенно там кошки какие-то, с чего бы мне, чтобы кошки снились. У меня собака дома, хомяк был. Ну, то есть два раза за последние три года, только два раза, мне приснились кошки. Знаю, что кошки, коты там, не знаю точно, сняться к предательству. И два раза меня предавали. То есть, мне приснилась кошка, я думаю, что это тупой сон. Мне приснилось, я вот даже помню этот сон, мне приснилось, что у нас дома много кошек, попугаи, и я почему-то хожу вся такая злая, на нервах, как мне достали эти кошки. Везде срут, ссут, воняют, попугаи рут. Ну, то есть, вот такой, знаете, неприятный прям сон, который меня прям, вот прям до нервов, ну, господи, как хочется это выкинуть, всех этих кошек, блин, нафиг. Вот такой был у меня сон, с такими эмоциями. Я проснулась, какой кошмар, думаю, нахрена мне эти кошки нужны? Слава богу, это был сон. Я ничего не говорю про кошек, ничего против не имею, просто был такой сон. И потом, через неделю, меня предают. Это было незадолго до моего дня рождения, 20 лет мне исполнялось, и меня, можно сказать, предал, подставил человек, который достаточно был близкий, и я говорю сейчас не про кого-то из родителей, не про парня там, подругу, нет, просто человек, который был близкий. Маме тогда рассказала, мы с мамой всегда делимся тем, что нам снится. Всегда, когда мне что-то снится страшное или странное, по моему мнению, я рассказываю маме, то смогу позвонить и либо аудио записать в WhatsApp и говорить, вот мне такой сон приснился, я его пересказываю прямо до мелочей, и мы с ней обсуждаем этот сон, и очень много раз было такое, что моей маме что-то снилось, про меня, что потом случалось, их мне всегда рассказывают, то есть мы всегда, знаете, наверное, это странно, но мы всегда делимся с нами, потому что мы верим в то, что они реально не просто так, и в снах можно увидеть какие-то знаки, предвестники, какого-то там, не пойми чего, что нас может ожидать. Поэтому вот по поводу кошек я клянусь, не знаю, напишите у кого что случалось, сбывалось, как было, конечно, я вам сейчас не расскажу про все сны, которые мне снились, что они значат, что в итоге со мной происходило, если что, я всегда тоже делюсь с вами какими-то своими новостями в моем инстаграме, в историях, и во влогах, вот мне недавно, в неделе влогов, приснилось, что я беременна, и вот мы с Надей, с моей подругой, как раз смотрели в интернете, к чему это, что это значит, оказалось, что вроде как к хорошему, типа к каким-то приятным изменениям в личной жизни. я, конечно, не сильно так загоняюсь, думаю, вот, это все сто процентов сбудется, все будет на мази, либо все будет плохо, я не настолько погружаюсь в это с головой, но просто мне нравится быть в курсе того, что вдруг может произойти. Я такой человек, знаете, который живет сегодняшним днем, но думает про завтрашний, и не забывает про завтрашний день, потому что жизнь такая. Привет, Зай! Привет, малыш, что я не закончила? М-м-м. Я сейчас посмотрела, что значит, когда снится цунами, и написано, что видеть во сне цунами означает в действительности бурную общественную жизнь. Если во сне вы пострадали от цунами, значит, наяву общественные потрясения и душевные волнения окажут на вашу жизнь очень неблагоприятное воздействие. Сон, в котором стихия вас не затронула, предвещает удачу и приятные неожиданности. По поводу стихии, которая меня не затронула, насколько я помню, что мне снилось, и на этом сон заканчивается, поэтому такой себе. Слава не верит в сны, а я верю. А еще хотела поделиться, это просто ужасный сон, который тоже бывает мне снится очень часто. Он не один и тот же, он не повторяется, но там происходит практически одно и то же. Из-за того, что у меня проблемы с зубами, ну как проблемы с зубами, они у меня кривые, я всегда хочу поставить винир и все такое, у меня на самом деле надо сходить к зубдому, потому что я уже рассказывала, после того, как мне сняли брекеты, у меня с десной какая-то фигня началась. Ну как бы она не ужасная, но по какой-то причине она начала опускаться вниз, то есть у меня зуб немножко оголен, то есть это не должно быть так. Звучит ужасно, но это другое. И вот из-за моих переживаний постоянных по поводу моих зубов бывает, что мне снятся сны про мои зубы, причем типа снится, что зуб выпадает, либо все зубы выпали. Как-то мне приснилось, что у меня прям крошатся зубы, и насколько я знаю, что это вообще нехорошо. Когда снится, что крошатся зубы, либо выпадают с кровью, это вообще к смерти, там типа близкого, к болезни очень сильной, и меня очень пугают такие сны, на самом деле. Вот мне приснилось, что, блин, даже во сне мне страшно, не от того, что я знаю, что это к чему-то нехорошему, а потому что реально у меня бывают сны снятся такие, вот как будто бы это наяву происходит. Меня это очень пугает. Вот, например, если во сне вам приснилось много детей, это говорит о том, что вам предстоит множество мелких проблем. А, вот еще. Если во сне увидели себя ребенком, то в реальной жизни вы ведете себя не лучшим образом. Ваши детские выходки крайне неуместны и обижают окружающих вас людей. Мне как-то снилось, то, что я, типа, маленькая была. Ужас, какая плохая. Знаете, во все верить тоже не надо. Если вы увидели во сне своих детей, то вам следует быть внимательнее в отношениях со своими домашними. Вполне возможно, что своими действиями и словами вы сильно обижаете их. Но, знаете, на самом деле, вот я тоже не совсем могу правильно понять, если вы увидели во сне своих детей, ведь у меня, например, нет детей, и, может быть, говорится о том, что, грубо говоря, если бы моей маме приснились мы, с моими братьями, то так. А мне неоднократно снилось, что, типа, я родила ребенка, и вот я вижу своего ребенка. То есть такое есть, но я не знаю. То есть тут тоже такая, знаете, тонкая грей, когда вы видите четко сон, и вы можете сразу его, например, приснилась кошка к предательству, например, как у меня было. Да, я точно знаю, что как бы, ну, тут нет каких-то там других подводных камней или других трактовок каких-то. Тут кошка, и вижу, понятно, что это кошка. И чего ждать? Поэтому такая фигня. В общем, мне будет очень интересно почитать, какие сны снились вам, было ли такое, что вам снятся вещи и сны, потому что это тоже интересная тема. Вещи сон — это тот сон, который приходит к какому-либо конкретному человеку для того, чтобы помочь ему выжить в надвигающейся на него жизненной катастрофе и сделать все от него зависящее, чтобы смягчить ее последствия для себя и тех людей, которые от него зависят. Это он мне просто как бы рассказал, что такое вещи и сон. Вы слышали такую фигню, что типа с четверга на пятницу снятся вещи и сны? Вот в это я не верю. Но я верю в то, что действительно могут присниться вещи и сны, потому что у меня у самой неоднократно такое было, что мне что-то снится, и пусть это будет не до деталей каких-то точных приснилось у меня какое-то там событие в моей жизни, но потом я понимаю, что вот этот сон мне приснился, понятно почему, все сходится. Либо просто я люблю искать во всем какие-то знания, знаки, судьбу. Но мне нравится, я такой человек. Короче, поделитесь своими историями, своими снами. Если вдруг видео вышло не таким интересным, как я обещала или как вы ждали, то извините, сорян, я очень-очень переживала и надеялась сделать это видео интересным. Если чё, не обессудьте. Короче, в любом случае, надеюсь, что вам было интересно послушать, что я рассказываю. Может быть, у вас что-то тоже было подобное, обязательно напишите, мне будет безумно интересно почитать, что снилось вам, во что вы верите, верите ли вы в пришельцев или призраков, потому что скоро мы об этом тоже будем с вами говорить, про мистические истории, вы все это помните, скоро сниму такое видео. Короче, следите за всеми моими подробностями в моем инстаграме, подписывайтесь на меня, на мой канал, потому что осталось совсем чуть-чуть, до двух миллионов подписчиков на моем канале, и мне кажется, что как будто бы этого никогда не будет в моей жизни. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, комменты, я буду все читать, как только выходит мое видео, я всегда сразу сажусь на несколько часов и читаю все ваши комментарии, ставлю лайки. Короче, люблю, целую, обнимаю, и всем пока!